Приветствую вас уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу сделать обзор на недавно приобретенный аэрограф, аэрограф фирмы Inket Ninja. Что хочу сказать сразу, сразу порадовала очень упаковка. Во-первых, очень приятно держать такую упаковку в руках. Во-вторых, она хороша для транспортировки. А в-третьих, даже приятно сделать кому-то подарок в виде данного аэрографа, имея вот такую вот хорошую приятную упаковочку. Сейчас откроем и посмотрим, что нас ждет внутри. Так хорошо проложено поролоном, чтобы не царапалось. Ну, а внутри нас ждет сам Inket Ninja. Да, многие скажут, что очень похож на Jazz 1117. Как бы общие сходства есть, но сразу хочу заметить и уточнить, что Inket сразу визуально чувствуется, что он легче, чем Jazz. Это уже хорошо, что рука не будет сильно уставать. Заказал вот такой колпачок. Так как диффузор или коронка, как многие называют, здесь не цельная, то рекомендую сразу взять колпачок, чтобы защитить иглу и сам диффузор. Стоит недорого, но очень приятный девайс. Сразу подержав в руках, приятное ощущение, хорошо ложится в руку. Хорошо работает, крышка плотно закрывается. Сняв крышку, он еще легче становится. Очень хорошо работает плавно и курок, и игла движется. Регулировка шага хода иглы, мягкая, тоже очень это хорошо. Когда рисуем, пишем тонкие линии, то точная подстройка иглы – незаменимая вещь в нашем деле аэрографии. Регулятор давления воздуха. Многие спрашивают, нужен он на аэрографе, не нужен. Попользовавшись многими аэрографами, но я пользовался только джазами, я заметил, что вещь необходимая и нужная. Опять же, не всегда удобно подтянуться, когда красишь компрессору, чтобы отрегулировать давление. При помощи этого регулятора всегда можно подстроить нужное вам давление, настроиться и дальше продолжать красить. Что еще замечательного и примечательного в этом аэрографе? Здесь тефлоновые прокладки. Многие сталкивались с джазами. У джазов, если джаз помыть ядреным растворителем, очень быстро вылетали резиновые прокладки, и их необходимо было менять. А когда не всегда это сделать оперативно, вот мой джазик, многие видят, что перемотан фум-лентой сантехнической, приходилось как-то выкручиваться, ее применять, чтобы не подтравливал воздух в бачок, и чтобы воздух не травил самого аэрографа. Еще хочу заметить, что компания Инкер с 2016 года начала применять новые сопла. Я заказал еще дополнительно, сам набор идет, вы можете взять с соплами иглой 0.2 или 0.3. Вот я взял 0.2 и дополнительно заказал иглу и сопла 0.3. И можно увидеть, что в сопле нету тоже никакой прокладки. Оно закручивается просто и идеально стоит, и не пропускает воздух. Само сопло немножко побольше, более усиленное. Обратил внимание, что иглы. Как-то у джазов, мне кажется, что игла немножко помягче. И немножко потоньше. Здесь сама игла даже по жесткости отличается. У меня у джазов несколько игл уже новые были, но немножко с изгибом заметным были. А здесь все ровно, хорошо и более тверже сталь, наверное, используется. Острая хорошая заточка. Сопла и игла. Идет в наборе вот такая пипеточка, чтобы разводить краску, промывать аэрограф, капать растворитель. Я до этого пользовался шприцами и простой медицинской пипеткой, но вот эти пипетки удобны, их не жалко выкинуть. Идет разборный ключик для выкручивания сопла. И заказал дополнительно набор для чистки и разборки аэрографа. Тоже рекомендую, особенно новичкам, потому что не всегда правильно поначалу можно развести краску. И если она не сильно жидко разведена, то приходится и больше потом чистить аэрограф. Особенно те, кто пользуется красками акриловыми водно-растворимыми. Я так пользуюсь только томией и ганзой. Ее намного проще вымывать, промывать с аэрографов. А кто пользуется аканом или другими на водной основе, их надо немножко получше вычищать для этого использовать. Хочу порекомендовать еще вот такие инструменты для разборки и сборки аэрографа. В некоторых местах неудобно подлезть, например, в клапане или еще в некоторых местах. Но будет удобно подлезть вот таким инструментом. и заказал иглу для очистки сопла. Иногда туда забивается грязь, пыль, которая остается, попадает в бачок. При помощи этой иглы можно аккуратно, хорошо вычистить. Ну вот, в принципе, все, что хотел рассказать и показать по аэрографу. Еще раз повторюсь, очень хорошо все сделано. Все хорошо закручивается, нету ни люфта. Например, возьмем опять же джаз. вот такой вот люфт. Затягиваем сильно и не так плавно даже слышно, как туго ходит. И не так плавно регулируется шаг иглы. А сейчас протестируем его и попробуем покрасить, нанести тонкие линии. Нашел у себя вот такую вот старую кошечку, недоделанную. Не помню уже, сколько ей лет. Увидел как-то у кого-то собранную. Ее продавали. Решил купить, ее прислали в простом целлофановом пакете. И она приехала вот в таком состоянии. Хотел с нее что-нибудь сделать, но как раз будет как кошка для тренировок. Химии новой и краски. Сейчас подготовлюсь и продолжим испытывать аэрограф. Развел краску, как всегда, один к пяти, один к четырем. Сделал поменьше с подачей иглы. И посмотрим. Как видите. Забавлю немножко подачу. Пламя влево. Добавлю регулятором воздуха. Влево. Продолжение следует... 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 Вот так получается. Сейчас попробуем борта распитать. Похоже я уже разведел на утро. Продолжение следует. 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 Когда хотите делать тонкую линию, отрегулировали аэрограф, иглу выставили на какую вам надо подачу. Вот, например, сейчас я ее закрутил. Немножко отпускаем. Вот, тонкую. Сделали тонкую. И все. И у вас уже аэрограф не клюнет. Даже если будете несколько раз проводить по одному месту, у вас будет хорошо выдуваться полоска, но аэрограф при этом не плывется. Да, немножко тона выбрала темная, но все равно все хорошо видно. Так, немножечко забавлю еще. Так, попробуем колесо без диска. Как видите, аэрограф превзошел все ожидания. Я очень рад данному приобретению. И, друзья, если вы думаете, какой купить аэрограф бюджетный, начального уровня, чтобы начинать красить, то Инкет это самый подходящий для вас вариант. Цена и качество здесь очень хороши. Низкая цена, но при этом хорошее высокое качество в данной ценовой категории. Ну, на этом, друзья, видео заканчиваю. Если какие-то есть вопросы, задавайте, спрашивайте, отвечу. Ну, надеюсь, на приведенном примере все хорошо было видно, показано. И, надеюсь, хорошо я рассказал. Спасибо, друзья. Спасибо за поддержку. Спасибо за вашу помощь, за ваши комментарии. Всех благ вам и вашим близким.